всем бодрого настроения ребята как и другим обзорщиком распаковщиком компания huawei заслала мне свои смарт-часы gt2e часы построены на новом процессоре kirin a1 с улучшенным энергопотреблением плюс они имеют встроенную собственную память для хранения в них музыки и bluetooth для подключения к ним наушников и сейчас я хочу добавить свои 5 копеек в те обзоры что уже вышли на youtube рассказать вам о плюсах и самое главное о минусах этого девайса который я обнаружил за время пользования данными часами упаковка упаковка огонь сразу видно что процентов 15 от стоимости это она одной макулатуры на инструкцию потратили столько что ого-го правда я ее ни разу так и не открыл недоумение вызвала белая зарядка при черных часах вот серьезно ладно кабель его хотя бы можно заменить но зарядка то что с ней не так прикольное стекло дисплеем с небольшим скруглением по краям декоративным безелем и шикарной олеофобкой палец по дисплею реально скользит лучше чем на тех же самых gts отличная максимальная яркость дисплеем опять же ярче чем у gts ок но при этом лично мне не понравилась работа в автоматическом режиме это когда часы самостоятельно регулируют яркость дисплея он мне все время кажется темным поэтому я ручками установил на четверку из пяти так и хожу ремешок сменный но из-за конструкции придется искать ремешок именно под данную модель часов какой-либо сюда не подойдет и опять же если сравнивать с mosfet у huawei ремешок более жесткий поэтому кому-то может доставлять дискомфорт корпус металлический на руке часы ощущаются две кнопки управления нижняя программируется для быстрого доступа к любому из пунктов меню так что при желании на нее можно забить любимую функцию которой вы пользуетесь чаще всего интерфейс приятный и в принципе можно быстро разобраться что где отображается имеется настраиваемая шторка быстрого доступа куда опять же можно вынести те действия которые вам чаще всего нужны и делается это все в настройках часов есть полноценный always on display с возможностью выбора скринсейвера но нужно понимать что подобная фенечка снижает автономность часов в два раза и высаживаться они будут быстрее есть возможность настройки активности дисплея от 5 до 20 минут отличное решение например для тренировок когда нужно засекать определенные временные промежутки опять же это один из плюсов которого лично мне не хватает в gts есть умный будильник с возможностью выбора временного промежутка в котором вас необходимо разбудить и снова тут gts в пролете там подобным и не пахнет есть возможность активировать режим не беспокоить не только ручками но и по времени например с 11 вечера до 8 утра куча других возможностей компас барометр дыхательные упражнения мониторинг стресса очень непонятная функция как по мне абсолютно бесполезная количество кислорода в крови управление музыкой погода ну и поиск телефона но при этом всем несмотря на все плюшки у huawei есть просто огромнейший минус о котором я просто обязан сказать это до беспамятства кривой софт для синхронизации со смартфоном знаете как все хорошо начиналось мне за несколько дней до получения часов на руки прилетела приятная смс от huawei типа благодарим за приобретение нашего продукта если будут какие-то сложности то звоните в службу поддержки и бла 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 вот блин думаю как классно сразу после включения часы указали какое приложение нужно скачать установил подключил все без проблем прошел первичную настройку указал свои параметры и прочие стандартные данные что запрашивает подобное устройство естественно я полез первым делом в раздел с watch face ами которых обещали целую кучу порядка 200 так вот их действительно в приложении много но чтобы установить хотя бы один на свои часы нужно не хило так заморочиться так как приложение от huawei для того чтобы загрузить watch face и на часы по неизвестной мне причине требует установить на смарт еще одно приложение которое называется мобильные службы huawei после установки она тихонько висит в памяти и никак не отображается на дисплее что уже странно и что самое веселое вы не можете его попросту взять в google play допустим она там есть но там какая-то старая кривая версия с которой не работают не эти часы не приложение для них и собственно эту прогу нужно искать на сторонних ресурсах скачивать апкашку снимать защиту от установки я конечно не параноик но в какой-то момент у меня возник вопрос они дохера ли непонятного софта я устанавливаю на смарт где у меня сбербанк яндекс деньги и прочие финансовые вещи да там собственно вся жизнь так вот зачем столько непонятного софта ради того чтобы загрузить картинку на часы по моему это конкретный перебор и ладно я поставил меня любопытство разбирала но ведь большинство людей подобным заморачиваться не захотят и вот получается что ты покупаешь часы за 9 штук а полноценно ими пользоваться не можешь потому что huawei тупо не дружит с гуглом на все сто процентов и тебе нужно сидеть читать какие-то форумы устанавливать не понять что на смартфон в общем страдать приложение в принципе стандартная перевод местами кривой до безобразия и она немного нелогично в своем расположении функций и настроек чтобы найти что-то нужное вам приходится покопаться в разных вкладках зато основное меню можно перенастроить опять же по собственному желанию что удобно есть уведомление о потере соединения со смартфоном как же мне не хватает этой темы вам асфит gts после бипов это просто бомбическая функция которая при потере соединения со смартфоном выводит на дисплей часов сообщение об этом это позволяет не забывать смартфон где бы то ни было это самая нужная наверное функция в подобных девайсах для таких растеряшек как я я постоянно забываю в кафе офисе на мойке то телефон то кошелек с документами и вот эта фишка мне конечно как к руку утопающему тут она кстати работает более адекватно нежели в тех же самых бипах если вы специально отключите блютуз на смарте то она не начинает постоянно напоминать о разрыве соединения они собственно вообще никак не реагирует на отключение блютуз они реагируют именно на удаление от смарта и потерю сигнала уведомления на русском естественно поддерживаются размер шрифта хороший читать удобно если сообщение длинное и полностью не влазит то можно свайпами листать вверх-вниз и читать очень удобная реализация и размер отображающих символов не пострадал и сообщение все можно прочитать прямо на часах нет необходимости лезть за смартфоном но опять же есть парочка загвоздок смайлы не поддерживается и при получении уведомлений дисплей не активируется и приходится их включать лезть в раздел с уведомлениями чтобы посмотреть что же там пришло с таким же успехом можно достать просто смарт из кармана и поглядеть тренировки это основная фишка на что делает упор производитель смартфоне при помощи программы есть возможность создать даже план тренировок для бега и стараться ее придерживаться правда и тут у меня возникли вопросы во первых на самом начальном уровне в первый день тренировки программа предлагает вам пробежать 6 километров за 45 минут я конечно не гуру в тренировочных моментах но мне думается что для новичка в первую тренировку 45 минут кардио это откровенный перебор и это может закончиться плохо особенно если человек в возрасте или имеет лишний вес так что слепо доверять этим программам я бы не стал во время тренировки программа включает голосовые подсказки но они на английском и ровным счетом ничего не понятно вообще с приложения доступны только несколько из режимов тренировок это ходьба бег из данной велосипеде все то что требует gps и якобы эти данные отслеживаются в том числе и в автоматическом режиме все остальные режимы тренировок включаются через специальное меню в часах и вот тут уже выбор просто огромный нереально огромный такого количества тренировок как в этих часах я не встречал нигде тут по-моему есть все но вот только как подсчитывается эффективность этих тренировок мне непонятно например есть такой режим как strip dance и и вот что в момент активации данного режима мониторит часы прям загадка для меня пульс меряют постоянно шаги считают за рулем в том числе как и все остальные подобные устройства от любого производителя еще одной фишкой данных часов является возможность закачивать музыку в память часов а также подключать к ним наушники по bluetooth тем самым во время тренировок отпадает необходимость в телефоне что актуально допустим во время пробежек сколько памяти встроено в часы производитель умалчивает но обещает возможность загрузки до 500 треков мультизадачность присутствует то есть можно активировать какую-то из функций режим тренировки таймер секундомер и при этом продолжать полноценно пользоваться остальными функциями часов достаточно редкая фишка обычно если ты на подобном устройстве например на тех же самых gts запускаешь таймер то все никуда не выйти им что-то активировать невозможно пока этот самый таймер не остановишь автономность производителем заявлено в 14 дней и они действительно столько живут при условии постоянного мониторинга пульса и ежедневного использования спортивных режимов без активации gps если же вы выбрали режим с отслеживанием по gps то их автономности заметно проседает до 30 часов ну и по итогу часы мне понравились понравились настолько что я решил ими заменить свои gts которыми пользовался последнее время потому что тут реально более годный функционал и присутствуют именно те фишки которых не так не хватало в gts к производителю конечно необходимо срочно решать вопрос с программным обеспечением потому что покупая часы подобного ценового диапазона ну никак не хочется заморачиваться с поиском и установкой костылей чтобы появилась возможность пользоваться этим будильником на все сто процентов и судя по всему это случится рано или поздно потому что буквально за последние четыре дня на эти часы обновление прилетало два раза а это значит что компания все таки занимается доработкой софта если huawei решит эту проблему синхронизации то данные часы составят приличную конкуренцию тем же gts от сяоми а скорее всего даже перетянут одеяло на свою сторону потому что грубо говоря за те же деньги в huawei вы получаете более расширенный функционал да и внешне они смотрятся более богато что ли ну и собственно еще немного информации ради которой нам всем прислали эти будильники на алиэкспресс с 13 по 15 мая стартует распродажа этих самых часов где можно будет прикупить их по минимальной цене в 120 баксов будет скидка плюс 500 купонов еще на 10 долларов так что если решите брать затягивать не стоит дополнительно среди покупателей будут разыграны 5 смартфонов 30 покупателей получат часы бесплатно ну и будут дополнительные подарки в виде ремешков защитных пленок и так далее ссылку на часы можно найти в описании к этому видео если есть вопросы спрашивайте на все отвечу подписывайтесь на канал жмакайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео а у меня на сегодня все всем пока